Сегодня Лазарева суббота. В этот день Православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Вместе с сестрами Марфой и Марией он жил неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания. Христос часто посещал их дом. Однажды Лазарь заболел, и его сестры сообщили Христу об этом. Когда весть дошла до Спасителя, Он сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Через четыре дня после кончины Лазаря Христос пришел в Вифанию. И тут произошло то, что казалось невозможным. Лазарь воскрес. Случившееся поразило всех, кто был при этом. Когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим, люди торжественно встречали Его. Они постилали на Его пути свои одежды и пальмовые ветви. Именно после воскрешения Лазаря первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Спасителя. Наступила власть тьмы, а с нею и последние дни жизни Христа. А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще тридцать лет. Богородица даровала ему амафор, сделанный ее руками. Лазарь был епископом на Кипре и проповедовал христианство. Лазаревый суббота предваряет спасительные страдания и смерть Христа. Это чудо незадолго до своего распятия Спаситель явил не случайно. Он знал, что наступают Его последние дни. Знал, что многие отрекутся от Него. Господь хотел укрепить веру Своих учеников, даровать им упование на жизнь вечную. Потому и явил Свою божественную силу, которой повиновалась смерть. Чудо воскрешения Лазаря – это прообраз грядущего воскресения Христова, а вместе с тем и второго пришествия Спасителя на землю. Когда, согласно предсказанию пророка Даниила, мертвые пробудятся для жизни вечной. Субтитры создавал DimaTorzok